Прошедшая в волейбольном центре города Одинцова встреча председателей городских и районных советов ветеранов Московской области отличалась от предыдущих насыщенной и интересной программой. На ней подведены итоги очень непростой пятилетней работы организации и обсуждена тема, связанная с их практической деятельностью. Открыл семинар глава Одинцовского района Андрей Иванов. Для нашего района большая честь принимать столь важную делегацию. Представители ветеранских организаций Подмосковья берут на себя целый спектр важнейших задач и проблем в нашей работе. При вашей поддержке проходят патриотические и спортивные мероприятия, реализуются социальные программы, воплощаются культурные и образовательные инициативы. Вы активно отстаиваете права и инициативы фронтовиков, тружеников тыла, вовлекаете ветеранов в общественную жизнь, работаете с молодежью. Подчеркну, что когда мы показываем нашему подрастающему поколению те идеалы, в которых росли вы и как вы с ними шли по жизни, это имеет неоценимый, очень важный воспитательный эффект для подрастающего поколения. После приветственной речи главы района почетное право возложить корзину цветов к памятнику маршала Жукова было предоставлено офицерам ракетных войск стратегического назначения и представителям советов ветеранов Московской области. В своем выступлении первый заместитель председателя Московского областного совета ветеранов Людмила Тишерова отметила, что подобного рода конференции должны проводиться неформально. Она предложила активнее привлекать к работе молодежные организации и объединения, в каждом муниципалитете создавать электрические группы, которые будут знакомить молодое поколение с историей нашей страны, своего района, своей малой родины и рассказывать о ветеранах Великой Отечественной войны. О практике военной патриотической работы в Одинцовском районе присутствующем рассказала Татьяна Одинцова. Оказали помощь всем, но у нас эстафета продолжается. И вот в ноябре, в октябре-ноябре мы презентуем новый этап. То есть каждый ветеран в каждом поселении будет закреплен за каждой школой, за каждым садиком в этом поселении. И что мы делаем? Не просто закрепляем, нет. Мы алгоритм действия отработали. То есть день рождения ветерана. Как мы это празднуем? Каждого садика ветерана. То есть программа действий с поддержкой главы данного поселения. Одной из главных задач Совета ветеранов является патриотическое воспитание молодежи и населения в целом, на примерах исторического прошлого. И все ветеранские организации не намерены менять заданный курс. По инициативе общественной палаты и Совета ветеранов прошли слушания по реконструкции вечного огня. И результат публичных слушаний таков, что новодела нам не надо, а то, что стоит сейчас, чисто подремонтировать и так дальше. Потому что люди привыкли, и это символ, наверное, любого города. Все выступающие смогли поделиться опытом своей работы, рассказать о новых формах и методах. Представитель Луховицкого района о социально-бытовом обслуживании населения. Городского округа «Электросталь» о поддержке ветеранского движения. Нарафаминского и Пушкинского районов об инициативах в период подготовки отчетных собраний. У участников семинара была возможность получить ответы на интересующие вопросы, взять на заметку опыт соседних ветеранских организаций. Из волейбольного центра все участники форума отправились на увлекательную экскурсию в Пушкинский музей-усадьбу, который располагается в Больших Веземах. Дарья Сутягина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.